Кристина Ангилера дала согласие на участие в концерте памяти Майкла Джексона, который пройдет в октябре в Англии. Несколько братьев знаменитого поп-короля также почтут его память на сцене. Организаторы концерта, который состоится 8 октября на стадионе Cardiff в Уэльсе, пообещали, что в концерте примут участие и другие небезызвестные личности. Мик Джаггер врезал рок, Джосс Стоун добавила немного соула, а Дэмиан Марли – чуточку регги. Новый электромикс под названием Super Heavy сплотил совершенно разных, но одинаково талантливых музыкантов. Группа представит 12-трековый альбом с дебютным синглом Miracle Walker и другими бонус-треками. Альбом выйдет 12 сентября. Звезда реалити-шоу и новоиспеченная невеста Ким Кардашьян подала в суд на компанию Old Na'Vi за использование схожего с ней образа в рекламе. Адвокат звезды шоу Keeping Up with Кардашьянс заявил, что фирма сознательно сделала законодателям моды девушку, как две капли воды, похожую на Ким. Уже четвертый год рэпер Джей Зи на вершине списка Cash Kings журнала Forbes. Самый высокооплачиваемый хип-хоп-музыкант за год заработал 37 миллионов долларов. Шон Коумс, провозгласивший себя королем хип-хопа, оказался лишь на втором месте, заработав 35 миллионов долларов. Завершает почетную троицу Кенни Уэст с заработком в 16 миллионов долларов. Продолжение следует... Продолжение следует...